Договоримся сразу, я не утверждаю, что покушение на Шефира – постановка, просто недостаточно данных. Я размышляю над тем фактажом, что выложен сейчас и озвучен в СМИ. Итак, что мне не нравится в этом всем? Стрельба велась очень кучно, но почему-то в водительскую дверь. Это типа совпадение такое или так и было задумано? Если машина добронированная, то стрельба в дверь – это самое безопасное место. Пассажир обычно сидит на обратной стороне от водителя сзади. Почему туда не было сделано ни одного выстрела? Почему нет фотосалона машины внутри? Если водитель ранен, то с места события должны быть фото-видео эвакуации, кровь в салоне, в общем, все, что сопутствует поражению живой силы в машине. Во всяком случае, именно так выглядят фото с места атак машин, та же Амина, тот же Да Винчи. Возможно, что машина просто добронирована и сквозных отверстий внутри нет. Судя по стеклу, которое не пробили пули, стрельба велась ослабленным 7,62, Венедиктова сказала, что 7,62, или чем-то с меньшей энергией, похоже, на 9-мм пистолетный, выстреленный из пистолета-пулемета. Так как есть фото попадания по панорамной крыше и как-то не похоже, что там был мощный боеприпас. Если там был 9 на 21, то в добронированной машине он может только попос поцеловать. А прицельная стрельба в бронелист карты двери многое объясняет, так как при добронировании трудно установить правильные бронестекла, что держат хотя бы 7,62. Они очень тяжелые и нужно вносить нехилые изменения в конструкцию авто. А вот установить стекло, что удержат девятку, можно. Но по итогу решили не рисковать и туда вообще не стрелять. И получилось странно, так как в стеклах вообще нет ни одной пробоины. Куда стрелял нападавший? Обстрел карты двери тоже странный. Пули ложились в зону, где находится кресло водителя. Вместо силуэта водителя, по странному совпадению, не пришло ни одной пули, что указывает на то, что на нападение взяли человека, который стреляет посредственно, мягко говоря. При этом по характеру видно, что стрельба не велась очередью по едущему автомобилю, так как там бы была косая продольная горизонтальная очередь. Такое ощущение, что одиночными аккуратно натыкали вместо кресла водителя. А вдруг броня не выдержит? Незачем силуэт водителя стрелять, рисковать. Не чужой же человек. Остальные попадания – камон. Бампер, капот, задний бампер. В этот день во время стрельбы ствол дергал из стороны в сторону личный ангел-хранитель шефира. Или реально стреляли кто знает куда, и случайно обстреляли зоны, где сидели люди в машине. А для ликвидации человека такого уровня, вряд ли наймут сомалийца, стреляющего от бедра куда-то туда. Но и про то, что расстрел авто лучше делать с обоих сторон, раз уж за него взялись, а не только со стороны водителя, это логично. Почему нападающий решил атаковать со стороны водителя, а не пассажира? Загадка. Если он стрелял в капот, чтобы остановить машину, почему он не стрелял в лобовое стекло, чтобы ликвидировать водителя и так остановить машину. Все знают, что от попадания в двигатель, даже удачного, автомобиль сразу не останавливается и может проехать довольно значительное расстояние. В общем, больше вопросов, чем ответов, но вывод пока такой. Либо стрелял невероятно криворукий идиот, либо стрелял хороший профи, стрелял именно туда, куда было задумано. Я лично за второй вариант. Надо же продемонстрировать народу, что мы боремся с олигархами, и нам прилетело за антиолигархический пшик, то есть закон. Я не утверждаю, что нападение фейк, но первично, на первый взгляд, то, что продемонстрировано в СМИ, очень похоже на постановку. Единственное, что хочу отметить, постановка сделана качественнее, чем у Гриценко. Там машину у Натолия вообще из пневматики обстреляли, но все равно возникают вопросы. Фото стрельбы по покушениям, по которым не было вопросов. Убийство Амины Акуевой. Амина приняла 6 пуль. Попытка ликвидации Дмитрия Довинчи Котюбайла. Как видите, человек, который не особо разбирается в теме, даже на неэкспертный взгляд, отметит некоторую аккуратность попаданий у шефира вокруг альфа-зон, в отличие от вышеуказанной стрельбы по машинам, где реально хотели убить тех, кто ехал внутри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok